28 апреля 2018 года веселое утро новая кружка со складом лаптева дам только что сняли масло и этикетку кофе жакей саши фунфырик фунфырик какой фунфырик покажи это квадрат из практики жгут я уже видел о я жигулевская скромно 3 . горячего копчения неплохо тогда новая косыночка сереже она не срезала я так вот до трещечка классная зору ну на силу собрались на выход на работу санчо а А, я оттуда, оттуда была пушечка, говори что, вот, от двух на один. Слушай, а что-то похоже, здесь, по-моему, какая-то вырубка. Слушай, а что-то прямо вам сказали. Ох, нифига себе, работает год! Ох, вот это взросло! Смотри, малинник был вот там вот. Нифига себе! Представляешь, вот на дорогу тот, кимонок, например, обрел, вот дорогу пошла. Вот это! Слушай, ну, нифига себе, заранее! Джипари, похоже, прошли. Нифига себе, выкопали! Вау! Вперед себе откопали дождь! Вперед себе не было такой! Вот это да! Что, Сань, не видел еще раньше? Он целый совершенно! Динар, сама рюкзак! В седьмом году? В седьмом, я в девятом на это ездил. А, что ты начинаешь? Вот уж кто-кто, а Сашка здесь не был! Да, Сашка? Да! Залезай туда! Залезай, залезай! Там свечка даже есть! Да, там свечка стоит! Залезай! И там две амбразуры! Первая завалена прямо от тебя! А налево... Ты в сапогах? Ну, я в сапогах! Отлично! А налево ты сможешь пройти! Теперь встань! Встань там! Я тебя сейчас позову! Встань там! Встань! За углом она! За углом! Встань! Давай! Заходи за угол! Сюда, да? Да! Иди! Иди! На голос иди! Я иду! Иди к амбразуре! Иду! А-та-та! Выглядывай! Сюда! Ну, как там в амбразуре? Ой! Я не знаю! Рузковата? Ну, ее, да! Ну, обзор так-то хороший! Ну, он присел! Он присел! Он вошел в песок под своей тяжестью! Так-то он, конечно, выше стоял! Градусов, наверное, 45 градусов! 45! Сектор обстрела 45 градусов! Да, 45! А вот и он! Немецкий пулеметчик! А-та-та! Ах-ту! Рассказано! Не страшно было? Та свечки стоят! Это, как бы, я не знаю, кто это поставил! Наши? Место сноса трофеев сюда! Вот так вот это железо, ну, оно или вновь наносимо, лишим, здесь уже лежит, я не знаю, сколько лет. Так вот, когда мы здесь устанавливали крест, там вот его чистили... 6 мая 7-го года? 6 мая 7-го года, да, обрабатывали там маслом, да чем-то... Валерий Каджи был с нами! От нас, оттуда, с леса, с той стороны, бежит на нас мужик в кимоно и бензопилой! Понять не можем, что это хер с горы! В белом? В белом кимоно, да, в белом кимоно! В лесу? В лесу, да, мы не поверили! Кипели жж-жж-жж-лицевой эти... Нет, там еще была картина такая, что такими волнами, значит, голова эту я что-то вжу. Вот эти маховые движения. Я что-то делаю, что он идет, наслевает. Такой этот, который потом... Бревно, помнишь, он переехал? Вот там, справа, вот оттуда или вот оттуда? Оттуда, оттуда. Игорь говорит, наших-то не видели. Заблудили, видимо. А, Маша-то и какие? Не полностью, что ли, да? Паша мог показать ему такую карту, которую сам до этого заскрипела эта береза подошли мы к ней свистнули на минник попались патроны потом под сумочек там еще патроны в обоймах только что вытащили минометный хвост сейчас патрончики пошли чуть сторону парни сейчас нащупали да металл щупами да давайте убираем дерн поиск верхового бойца мы не знаем есть он или нет но личные предметы в виде подсумка также в полуметре лежавший ампулы с хлоркой мы нашли чем обойма понятно рассыпь типичная картина верхового из личных предметов уже изрядно за исключением конечно крупных передает привет мой обязательно передам через youtube маленький салютик честь боится того кто потерял и патроны порох сухой ну все равно он сыпучего всяком случае и шуршал в патроне ты посмотри как патерный патрон объем лишь какой сухой вот это да ты посмотри ты посмотри ты посмотри он сколько горит я никогда не вел чтобы обычным патрон столько горел в руке вскрою еще один патрон никак вышло ну давай еще один маленький салютик мелочи приятно это сгорел капсюр поиски около этой березки успехом не увенчались из вещей оказались только подсумок разбитый подсумок примерно кончающийся в метре метре двадцати от березы и груда опять же рассыпана примерно из 40 патронов к винтовке мосина и ампула с хлоркой более ничего совсем рядом с первым раскопом на щуп надыбали нечто пружинище даже без металлоискателя именно щуп следом рядышком с этим пружинищем на щуп услышали звук металла вы вот теперь там где я пружинил очистив грунт давай саша это казались подсумки редком таким осторожненько вытаскивай с обоимым патроны минимум три возможно больше неплохо сохранившаяся кожа сейчас мы аккуратно уберем эти предметы в сторону раскроем дальше грунт посмотрим лишь может боец будет глубина залегания этих предметов от поверхности сантиметров три три четыре максимум порядка шести штук то есть поясная укладка три справа три слева ремня поясного не видать насколько я понимаю да давай просто кожаны резинки вот этот попробуй целом достать иначе чуть позже разберет это дело на один армии заешь обследую щупом место от раскопа к вороночке под раскопа опа граната ргд-33 мы нашли сначала вот звук металла потом достали вот эту гранатку ргд-33 а там еще что-то звенило на щуп причем подчеркиваю на щуп в кои-то веке без металлоискателя металлоискатель молчит и стоит в стороне что-то еще противогаз отлично 6 подсумков противогаз и граната с весьма высокой вероятностью определяют возможно наличие наличие останков бойца здесь возможно это стекло это стекло эта маска рядышком по ямпой там возможно вот так же в спружении спружении трезина попробовать стекло точно было не торопись это могу могу отломиться стекло и ты попал на кусочек там не гофре есть трубка отлично 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 вот и гофре давай крупненько сделаем понятно на щупу ну вот и источник стеклянного скрежета щупа глазами покажи ну что ж уже процентов 70 за то что где-то рядом боится может быть даже стек в ямку щупим дальше большое количество личных вещей говорит о том что примерно с вероятностью 80 процентов здесь может оказаться боец ну естественно его останки нас нет ведер собой нас нет крючка нет к сожалению топора вот этот райончик мы вышли в первый раз за эту экспедицию поэтому расценили скорее этот забег заход как разведочный ну вот работа уже попалась сразу мы оказались к ней более солидной работе не сильно готова героев гонцов для того чтобы сбегать в лагере обратно к сожалению среди моих славных товарищей не нашлось ни одного поэтому мы сделаем следующее мы сейчас обследуем это место щупами все что можно посуху мы раскроем поднимем а на завтра придем с ведрами с крючком с топором расчистим полностью просеем все это и уже определим есть тут солдат или нет соответственно подниму его на поисковом языке это называется зацепились то есть мы пришли на ранее ну известный неизвестное место мы были в этих местах но в этом самом месте мы не нашли большом количестве никого метрах в 100 вместо раскопа нашли василия конева аж в июле 2007 года он из рязанской области нашли его дочь дочь сказала что станет приехать на захоронение не сможет мы сообщили естественно где мы его похоронили а сейчас начнем по поисковой территории вокруг на минник на щуп ну естественно с применением чуйки а также того наития который ведет любого поисковика если он слышит солдат кадр называется просто жажда жизни представьте какой излом а дерево все-таки растет в знаки и подсказки можно не верить а можно проверять по длине их металлоискателем вот вот таких вот ямках ведь находить вот это противотанковая граната советского производства рпд-40 сейчас пощупаем вокруг в процессе верхового поиска вот в таком смешанном березово-хвойном лесу нашел котелок котелке совершенно явственно различимая есть надпись микола я надеюсь вам видно эти центре микола котелок почищен вдоль и поперек никаких других надписей кроме нацарапанный букву м на днищу найти не удалось теперь стоит но довольно несложная задача взять миник и опоисковать вокруг поверхность на предмет наличия металла вдруг что-то свистнет может быть лопатка патроны противогаз или еще что-то сравнительно недалеко метрах в двадцати отсюда был раскоп верхового бойца при нем было все и противогаз и лопатка и котелок метрах в десяти от него и патроны но будем надеяться что и у миколы слышишь микола что что-то отыщется что позволит нам найти именно его островок возвышенности и чистого смешанного леса среди заболученных участков ходить легко и вдруг вот такое эхо войны смотрите я сейчас начну показывать снизу а потом пройдусь крупнее поближе все дерево избита оспинами от попадания пули осколков до немецкой обороны метров сто видите это следы вскользь попадавших осколков и пуль а вот это прямо в дерево попавшие гостинцы представляете плотность огня котелок с надписью микола метрах 45 а как тут было уцелеть миколе при такой жуткой плотности огня не знаю помимо прочего тут еще и колючая проволока была натянута наверняка между плетями проволоки мины смотрите две сосны несколько десять лет назад по видимости когда они были совсем молодыми рванул рядом боеприпас то ли срубил оба ствола то ли подбил их и смотрите как иначе ли расти в кривь но вверх да уж война тут не щадила никого ни людей не деревья спустят десятилетия после войны ладно забираем миник будем обследовать территорию дальше микола не отпускает я все обшарил вокруг котелка обошел несколькими кругами наращивая спираль но ничего личного то есть из личной амуниции снаряжения личного вооружения найти не удалось как говорилось в классической киноленте будем искать вот мы и будем искать куда же деваться ну а эту сосеночку как назвать серб без молота ну и впрямь на этом островке в метре друг от друга найдены две немецких 50 миллиметровых минометных мины вслед и обследовал несколько островков среди заболоченного леса пусто несколько наших окопчиков даже блиндажик нашел они металла ничего не было шел на север а ноги закрутились как мы говорим место кружит так вот закружил и вывел на юг понятно ориентировался по солнцу все вроде бы легко и просто его чудо я вышел на тот самый единственный раскоп бойца чей-то прошлый и были оставлены лопатка противогаз патроны и вышел котелку с надписью микола да закружила именно так я понял что боец микола где-то там рядышком метрах в десяти на минник нашел некопанную кружку лопатку а также пулеметную ленту от максима лежащую на немецкой колючей проволоке завтра мы идем на то место со щупами с металлоискателями и в шесть пар рук попробуем на щуп найти бойца может быть им окажется тот самый миколгурт